МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вы хотите? Март в разгаре. Мы перешагнули уже экватор первого месяца весны, привыкли к теплу, а тот на тебе. Мы поговорим сегодня, на самом деле, об очень важных вещах. Обо всем по порядку. Начнем мы, как обычно, с культурной программы. А закончим мусорной свалкой. Кстати, это правда. Не поверите, но это правда. Игорь Окс, культурный эксперт в бабочке, присоединился к нам в студии. Игорь, приветствую тебя. Приветствую вас. Ты за свою часть отвечаешь, за культуру. А мусорник мы возьмем на себя. И, ребят, я очень рад, что диапазон тем, которые сегодня будут подняты на канале, настолько широк. И мне приятно быть именно с этой стороны баррикады. Но это пока что в начале. А ты не заикайся. Ну, я пока тут на культурной программе посижу, а там и видно будет, послушайте, может кто-нибудь создаст какую-то арт-постановку с участием мусора. И да, ну вот так. Троеточие здесь оставим. Поговорим сегодня о кино, о спектаклях, о концертах и других выступлениях, которые произойдут в течение ближайшего времени в нашем городе. Сегодня необычайно у меня плотная именно театральная подборка, поэтому я начну именно с кино. А, ой, отлично. Тогда я пока что еще остаюсь, просто я уже планировала выйти. Да, поэтому я начну с кино, чтобы ты здесь задержался. Такой специальный крючок для тебя и для наших зрителей в том числе. Кино, правда, немного хорошего я порекомендую, но вот каждый из трех фильмов, которые я включил в свой сегодняшний обзор, достойный того, чтобы вы их посмотрели. Давай. Первая попсовая история, премьера «Красавицы и чудовище», долгожданная, долгожданная премьера в кинотеатрах. И, вы знаете, я посмотрел трейлер, понял, что, в принципе, вот если мы вспомним последний диснеевский мультик, то, в общем-то, здесь, в этом фильме мы имеем диснеевский мультик. И в главной роли Гермиона. Который, да, абсолютно верно, который был перенесен в формат фильма и в главной роли Гермиона, который уже на самом деле далеко не девочка, и вот недавно как-то так совпало в Америке, что в день премьеры в сеть неожиданно выгрузили ее обнаженные фотографии, якобы хакнутые с ее телефона. Прошу прощения, а почему ты пришел без фотографий? Саша. Кого интересуют эти свечи на экране, скажи мне? Должна оставаться интрига. Какая интрига? Там говорящий подсвечник, говорящий будильник. Я все серии Гарри Поттера ждал, когда она вырастет. Вот, она вырастет. Я и Борис, и Роман Абрамович, понимаешь? Бери в руки интернет и гугли. А кино можно посмотреть во все кинотеатры. Саша, не сейчас гугли, пожалуйста. Да, пожалуйста, подержись. Подержись до конца дня. У нас перерыв будет с пяти до шести. Очень красиво, очень сказочно. Ну, в общем-то, все то, за что мы полюбили. И вообще, в принципе, эту сказку. И, конечно же, ни один мультфильм, который был снят на эту тему. Очень красивая картинка. И стоит отметить, что действительно очень реалистичные персонажи. И в какой-то момент может даже стать страшно. Да, говорящий чайничек. Я в кинотеатре видела трейлер. Я помню, что в переводе ее озвучивали как Миссис Поттс. Да, абсолютно верно. Я буквально две недели назад пересматривала со своим сыном этот мультфильм. О, а теперь посмотрите фильм. Чтобы уговорить его пойти на фильм. Согласен, это логично. Давайте, друзья, следующий фильм, он куда более жесткий. Там уже все меньше няшек, их практически нет. Потому что это жесткий триллер. Называется он «Сплит». Режиссер знаменитый Найт Шьемалан, который снял «Шестое чувство». Неуязвимый. У него, правда, и провал один был. Он был достоин премии «Золотая малина» за очень неудачное возвращение в большой кинематограф. После длительной паузы. Но этот фильм обещает быть интересным. В главном роли исполнил Джеймс МакЭвой. Достаточно безвестный актер. Он в фильме особо опасный. Он в «Хрониках Наргнии», в «Людях Икс». В «Людях». В «Людях», да. Ходил в «Люди». А играет он парня по имени Кевин. В котором живет не менее 23 личностей. И он в силу каких-то загадочных обстоятельств вынужден похитить трех девочек подросткового возраста. И тем временем, пока девочки находятся в заточении, самая главная личность Кевина Чудовище начинает материализоваться. Я вам так скажу. Этот фильм... Но идея не новая. Идея не новая. Безусловно, его успех будет зависеть ровно от двух вещей. От актерской игры Джеймса МакЭвой. И вот качественная режиссура. И сценария, да. Если это все не уйдет в глупость какую-то, а действительно линия будет выдержана, и он весь свой актерский потенциал раскроет, ну, если не все эти 23 личности, ну, хотя бы 4, то, думаю, будет хорошо. Ну, к слову, я люблю такой жанр, поэтому, возможно, даже посмотрю. Да. И еще один фильм, который я хочу вам сегодня представить. У него есть два названия. Первая версия перевода называется «Дружнуки наши», а вторая афера по-английски, но поскольку афер было уже очень много разных, ну, по-корейски, по-вьетнамски, не знаю, по-украински не было еще афера. Как это? Простите, а то, что вчера Роман Насиров вышел из СИЗО? Это отдельно, это сериал, это не кино, это долгий-долгий сериал. Так вот, это фильм производства в Великобритании. Все сходится. В 2016 год. Паспорт Романа Насирова в Великобритании. Да, да, да. Саша, скажи, какой год, простите? Саша давно уже потерял нить. У нас еще есть фотографии Гермиона. Подождите, во-первых, нельзя об этом говорить было с самого начала, я имею в виду Гермиону. Во-вторых, фильм, который сейчас я пронаблюдал на экранах, я его видел. Какой фильм? Вот этот. Афера по-английски? Да. Должники наши, ну, это с 2016 года фильм. Так, а почему о нем сегодня говорим? А он в кинотеатре идет. Тогда не шел, сейчас идет. Прекрасно. Да это же хорошо. Я подумал, что просто я сейчас в записи. Нет, 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 все нормально. Мы сейчас, мы здесь и сейчас. Майкл Фазбендер играет главную роль и Брэдд Мюнсен тоже очень известный английский актер. Слоган фильма «Узы крови безжалостны». История рассказывает про парня, который работает на своего отца. Отец, известный в криминальных кругах человек, выполняет грязную работу, возит тех, кому нужно быстро ездить и уезжать от полиции. Но в какой-то момент главному герою надоедается вся эта его жизнь, этот образ жизни. Он хочет в семью, к жене, к ребенку и со всем этим делом завязать. Но папенька не пущает. Вот так. Очень неожиданный сценарий. Да, да. Ну опять же таки, не новая совершенно история. Но тем не менее, Майкл Фазбендер многие считают, что он красивый. Многие считают, что у него на парня красивый. Да, я считаю только Александра Новицкого и Игоря Окса красивыми мужчинами. Все остальные на вашем фоне тают. А, а, выключайте. Выключайте Майкл Фазбендера. Увидим, хватит, хватит. Заканчиваем и уходим. Ребята, спектакли. Спектакли, я обещал, что спектаклей будет много. И в сегодняшний обзор я решил включить сразу семь спектаклей, которые произойдут вот первого буквально сегодня, а последний из моего обзора уже в середине следующей недели. Но действительно, вот так на этой неделе совпало, что большое количество интересных, по-разному интересных театральных постановок. О каждой из них я постараюсь в нескольких словах рассказать. Сегодня в театре начальной спектакля «Смешная академия», начало спектакля в 19.00, билеты стоят от 35 до 100 гривен. Интересная очень фабула этого комедийного полуторачасового спектакля. Два героя в нем. Один из них это драматург одного из комедийных театров Японии 40-х годов, а другой это цензор. Драматург приходит к цензору, чтобы тот утвердил ему сценарий. Но оказывается, что цензор – это человек напрочь лишенный чувства юмора, и между ними начинает происходить очень серьезная борьба. Можно себе представить это. Я думаю, у каждого из нас есть такие друзья-цензоры. Безусловно, которые отсекают все самое святое, и хочется их в этот момент задушить. Но здесь нельзя драматургу душить цензора, надо все-таки сценарий выводить. Я вообще не понимаю, зачем вообще? Зачем такая профессия, как цензор? Кому-то нужно. Ну, кому-то, кому-то цензор. А цензором нужно, да. Ну, первым нужно цензором. Кормить детей цензоров, они у них тоже есть. Так вот, и каждый раз заставляя автора переделывать пьесу, цензор сам включается в творческий процесс, и он каким-то образом влияет на этого цензора, начинает менять его. Ну, а удастся ли драматургу получить положительную лицензию на свою пьесу или нет, можно узнать уже сегодня вечером в Театре Начайной, в 19.00. Говорит, начало, напоминаю вам. Завтра, в субботу, в помещении Театра Музкомедии. Мне очень понравилось это определение, я вам вычитывал здесь не конкретно, а вот где-то в помещении. В помещении. В помещении, раз состоится. Это крест какой-то, слушай. Да, успокаиваю зрителей, говорят, не на свежем воздухе, все хорошо. Если будет дождь, не бойтесь. Рок-опера, друзья, рок-опера Моисей. Вот, казалось бы, да, как в одном предложении оказался Моисей и рок-опера, а вот спросите у тех людей, кто делает эту постановку. Кстати, скоро там будет рок-опера Моцарт. Сегодня, кстати, вообще... На которую я мечтаю. ...с легким роковым уклоном моя культурная программа, может, и не одно событие. То есть, все-таки ты сделала все, чтобы я не ушла, когда ты начнешь говорить. Да, да. Да, Моисей не ной, не путайте, пожалуйста. Это два разных совершенно человека. Моисей в один, ной плавал. Да, у них разная была фишка. Так вот, что интересно в этой рок-опере, что вот такая ветхозаветная история, известная прекрасно всем, звучит вот в такой вот постановке. Авторы постарались не отходить от хронологии событий, которые изложены в Торе, но, учитывая особенность жанра, все же присовокупили линию лирическую. Это линия любви еврейской девушки и египетского воина. Она как бы вторым планом проходит. На первом плане основная история. А это рок-оперы же все-таки. Я понимаю, почему ты решила об этом рассказать. Практически. Я понимаю, почему ты выбрал именно эту рок-оперу, чтобы сегодня о ней рассказать. Не только эту, кстати, я выбрал, но это мне показалось тоже интересной. Можно видеть сейчас на экране, что достаточно красочные костюмы и декорации яркие. Ну и обещают нам игру в том же не менее яркую и талантливую от ведущих артистов в мускомедии. Яркая музыка в исполнении симфонического оркестра и рок-группы одновременно. Вот все это поможет зрителям окунуться в ту самую атмосферу тех событий, которые происходили много тысяч лет назад и легли в основу отношений между религиями и культурами. Вот оно что. Здесь все есть образовательная, гуманитарная, социальная функция в этом спектакле. Я даже шутить не буду. Да, не надо. Давайте переместимся в оперный театр, потому что если рок-оперы нашим зрителям не по душе, то есть в этот же вечер, в этот субботний вечер, в 18.30 в оперном театре балет «В двух действиях судьбы». Тоже очень неординарная постановка. Начну с того, что, во-первых, это авторский проект Одесского оперного театра. Это пример достаточно уникального опыта создания спектакля, который, и это уже, я второй палец загибаю, говоря, во-вторых, его можно смело назвать документальным балетом. Почему? Потому что, и это его третья особенность, он основан на историях жизни абсолютно реальных людей, наших современников, в дома которых, в жизнь которых постучалась судьба, с большой буквы. На вопрос, который был задан автору либретта и хореографу-постановщику этого спектакля, Сергею Кону, о содержании балета, он ответил так. Танцуют. Уверен, это он подумал, это он, потому что он помнит на репетиции, танцевали. Я помню, что танцуют тогда. Но журналисту, надо сказать что-то серьезное, и он сказал вот что. Уверен, что нет человека, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом о том, что есть судьба. И хотя балеты, эта постановка не дает ответ на этот вопрос, но тем не менее, там есть очень много размышлений. И танцы. На эту тему, ну это балет, Саша, там должны быть танцы. Иначе это не балет, иначе это, понимаешь, просто другое, просто совершенно другое. Вот, размышления на тему человеческих судеб, потерь, встреч в том числе. Так вот, нет каких-то точных рецептов, нет безысходности, а есть поиск решения. И вот остается открытым вопрос, авторы балета оставляют этот вопрос открытым, в силах ли мы повлиять на собственную судьбу. А вот тебе представь себе, ты бы всего этого не узнал, пришел бы на балет и ничего бы не понял. Спасибо, Игорь Окс. И программку бы не купил. Ну я программу бы не купил. Зажал бы 10. Я программку всегда сниму после балета, их многие оставляют, уже беру потом, думаю, как бы читаю, что не понял, пожалуйста. Что же было, на самом деле. Еще один спектакль, о котором я расскажу, и вместе с ним мы перенесемся на следующую неделю, в понедельник. Еще одна рок-опера, тоже в мускомедии, рок-опера «Ромео и Джульетта». Это как раз таки, вот здесь интересно, что это роковая интерпретация о роковой любви. Да, красиво, красиво звучит. Молодец, молодец, молодец. Подсмотрел или сам придумал? Подсмотрел, нет, это я цитирую, это я цитирую, но я тоже могу красиво завернуть. Я знаю. Но не сейчас. Так вот, авторы этой постановки, во-первых, хочу сказать, что это рок-опера, музыка, который или бреда, написанная известному во нашем городе, к сожалению, покойным Евгением Лапейко. Это серьезная глубина в Одессе, в музыке, в рок-музыке в том числе. Так вот, зрителям будет представлен спектакль, в котором воедино сплелись и балет, и великолепный вокал, и головокружительные акробатические трюки. Там никто не танцует. Слушай, мне вот это не нравится больше. И нешуточные бои. И танцуют, и поют, и дерутся. Антракт есть? Антракт не нужен. Он нужен, потому что в антракте буфет. Рок-опера в двух действиях, безусловно, конечно, чтобы все бои смотрели, что болезли. Я понимаю, здесь сразу все. Танцы, песни, драки и буфет. Далее, следующий спектакль. Он состоится во вторник, 21 марта, тоже в мускомедии. Называется он «Не такой, как все». Этот спектакль – это вторая совместная работа театрального режиссера Павла Урсула и четырехплатного обладателя Букеровской премии писателя Алексея Слоповского. В главных ролях Михаил Полицеймака, Жанна Эпле и вот еще там ряд девушек, Елена Якульева, Ольга Анохина. Это посвящение Роману Асирову. Саша, тебе это может понравиться, потому что это такая ностальгическая история о знакомствах через газетные объявления. Мы, собственно, так с Аллой и познакомились все время. Да, ищу свою ведущую. Нет, она нашла меня, там был господин «Дам в хорошие руки». Плед. Пледа забрали. А в пледе был Саша. Я рассчитывала на Романа, а оказался Саша. Да, так вот, что остается делать человеку, который не похож на остальных, не такой вот он все, он не очень богат, не очень красив, вообще, в принципе, не очень. Для него выход – это газетные объявления. Это твоя биография. Прекрасно. Только что пересказал. Ну, а дальше уже можете нафантазировать, о чем будет этот спектакль. Главный герой которого хочет познакомиться через объявление в газете. Последний спектакль, о котором я расскажу вам сегодня, он состоится в среду, 22 марта, в Русском театре. Спектакль называется «И только смерть разлучит нас». О, Господи. Но он не трагичный, он, наоборот, таки комичный. В главных ролях Константин Костишин, Екатерина Кистин и Остап Ступка. История про роковую женщину. Ребята, про роковую. Ну, она умная, она обаятельная, она очень страстная и куприльчивая. А такой женщине втайне мечтает каждый мужчина. Но... Каждый не такой, как все. Каждый не такой, как все. Повезло только лишь Бруно. Он знакомится с Евой, но даже не подозревает, что же его ожидает. Потому что эта штучка проведет бедолагу по всем кругам адом. Будет у него и автомобильная катастрофа, будет и авария, и травматологическая клиника, и тюрьма, и сумасшедший дом. В общем, все, что хотите. Весь набор она ему устроит. Потому что это, оказывается, что тщательно спланированное убийство. И во всем помогает... А в итоге они друг друга полюбят. Муж. У нее есть муж. Там еще... А как это мешает ей полюбить главного героя? Вот. Там треугольник. Там интересно. В общем, да. Они с мужем планируют убийство Бруно. Зачем, почему и чем все дело закончится, вы узнаете, конечно же, если окажетесь 22 марта в Русском театре. Сделал тебе небольшое замечание. Ты очень подробно рассказываешь все. И некоторые, посмотрев отрывки спектакля, послушав текст... Потом уже призывал. Ну все, вы не идите. Я скажу, был я на спектакле? Я хочу дать, вот насколько это возможно, максимально полную картину и впечатление представления о том... А между тем, актеры всех трупов, которые я сегодня рассказывал, уже ждут тебя на улице, Игорь. И аплодируют. С детьми со своими. Вот пока это дядя, и за это дяди к нам не ходят на концерты. Это все он. Но надеюсь, что мой рассказ о концертах, которые состоятся в ближайшее время, никоим образом не уменьшат зрительскую аудиторию. Ты сейчас будешь песни пересказывать или что? По одной. Поэтому, да, расслабься, можешь снять пиджак, заварить себе чай. Я начну. Быстренько. Поехали. Да, есть прекрасный концерт, который он послужит таким мостиком между театром и пением, да, и концертами в чистом виде, потому что он в себе совместил и одно, и другое. Завтра, 18 марта, в 19.00, Театрок. Я уже представлял одну постановку этого театра. Вот сейчас хочу представить еще одну. Несмотря на то, что очень молодой этот театр, он меня постоянно удивляет одесситов своими неординарными постановками. В недавно открывшемся зале на Пересыпи собирается в этот раз, вот в субботу, представить достаточно необычное зрелище. Театрок объединит в одном представлении рок и оперу, концерт и театр, оперные и астрадные голоса, живое звучание и компьютерные технологии. Прекрасно. Вообще больше никуда не ходить. В принципе, в субботу вечером, да, можно смело идти туда. Есть еще антракт будет, как я люблю. Не, не, не уверен. Рок-опера-шоу, 18 марта, в Театроке в программе будут отрывки и шедевров мирового искусства, призрак оперы, Ромео и Джульетта, волшебная флейта, а также лучшие композиции из рок-опера Алексея Коломейцева, это, собственно, человек, который организовал Театрок. Мне понравились некоторые названия. Рок-опера «Дивка», «Мария Стюарт», «Синяя борода» и «Феминизм по-украински». Вот, последнее. Вычеркните сенюю бороду и все про женщин. Да, обещают незабываемый вечер. Синяя борода тоже про женщин. Для Америки. Ну, такое. В основном про бороду. Больше, да. Так вот, это будет незабываемый вечер для всех меломанов, гарантирует нам. Принимает участие звезда театра «Амазонос» бразильского «Виктория Задворная». Да, вот так бывает. «Амазонос». «Амазонос», да. «Виктория Задворная» из Бразилии. «Бразилия», да, «Виктория Задворная». Солисты Харьковского оперного театра, Львовской филармонии, струнный квартет «Тугезер». «Струнный», ты сказал. Лучшие одесские артисты. Пока еще струнный, но когда-то, я думаю, на сцене выступит струйный принтер, Саша. Когда-нибудь люди найдут, как его применить. Вот сейчас, друзья мои, я всю сегодняшнюю культурную программу готовил вас именно к этому сообщению, и только самые внимательные услышат его, потому что это ключевой мой анонс всей программы. 19 марта, в воскресенье, в Музкомедии, в 19.00. Наши все. Михаил Михайлович Шванецкий. А, ну ладно. Та-дам! Та-дам-та-дам! Да. Ежегодно Михаил Михайлович приезжает в Одессу, дает концерт. Обычно как раз-то случается весной, вот в этот раз. Со свежей программой. Да, да, безусловно. Я уверен, что какие-то старые вещи. У него очень много старых вещей хороших, поэтому он данных вставляет в программу. Никто не замечает. А не на все времена, это правда. Но, как и обычно, нам обещана новая программа, поэтому я уверен, что новые его наблюдения о жизни, о недостатках современного общества, о пороках нашего общества мы услышим. Ну, те из нас, кто окажется 19 марта на концерте, билеты стоят, кстати, от 500 до 1900-1900 гривен. Не дешево. 50-ти прозития. Ну, и не дороже, на самом деле. Ну, самый дорогой билет стоит до 2000 гривен. И их уже подозреваешь, что нет? Ну, и, наверное, давайте завершу я программу сегодняшнюю. Очень вскользь, сказав о том, не останавливаясь подробно, но сказать хочу, что во вторник, 21 марта, в оперном театре даст концерт Большой народный хор Украины имени Георгия Веревки. Вот просто это как... Мы об этом говорили, здесь, поверь мне, более чем полчаса, конечно. Ну, чудесно. Я даже схожу на него. Ты даже схожешь на него. Он дочке билеты на день рождения решил подарить на этот концерт. Провинилась? За что? За что наказывают? Нет, на самом деле, это очень важная фольклорная часть, может быть, вообще самый главный фольклорный ансамбль нашей страны. И, конечно же, увидеть эту красоту. И как это люди умеют делать профессионально и талантливо. Даже если, пускай мы не являемся ни кто из нас фанатами фольклорной музыки, а может быть, кто-то из нас втайне и является фанатом. Но, тем не менее, как минимум один в своей жизни увидеть живьем легендарный хор Веревки обязательно нужно. Ну, а завершу я не менее легендарным коллективом, во всяком случае, на всем постсоветском пространстве. Есть еще люди, и их достаточно много, которые танцуют под эти песни. И, уверен, даже иногда, и мы с вами в том числе, речь идет о две песни Ары. Да, потому что музыканты Владимира Мулявина во вторник, 21 марта, в 19.00, вот параллельно, кстати, с хором Веревки происходит, но эти ребята будут в филармонии. Да, да, кто кого? Фольклор или каких, я не знаю, правда, кто их назвал советские Битлз? Вот, но кто-то, кто-то назвал этих ребят советские Битлз, да, я прочитал. А по-белорусски это будут советские Жуки? Жаки, Жаки, Жаки и Жухерувин. Ну вот, ну, что-то новое я вам вряд ли сумею рассказать о Веописнире, и тем более, что... Тут либо любишь, либо нет, тут два варианта. Совершенно верно, если любишь, то идешь, и если нет, то на Веревку. Нет, не понимаю, что ходить надо, но любишь и идешь. На хор, на хор, ребята. Между песнирами и Веревкой кто-то выбирать будет ночной кондекс. Спасибо тебе огромное, Игорь, за то, что ты пришел. Мне будет не хватать тебе какое-то время, а потом я привыкну. Да, но через неделю, Саша, я снова вернусь. Правда, Саши не будет, он все еще будет увлечен фотографиями Гермионы. Он будет знать, что я буду здесь, а ему будет спокойнее. Стены моей комнаты обклеены фотографиями Гермионы обнаженной и Игоря Окса. Я не скучаю за ними. Игорь тоже? Это не входит в культурную программу. Спасибо, Игорь. Игорь Окс, наш культурный эксперт в бабочке, как всегда, выбрал для вас самые интересные мероприятия, которые можно посетить на этих выходных и в начале будущей недели. Мы прервемся на несколько минут, после вернемся в студию. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин